Всем привет! Вы на канале Джонни Кэтсвилл и это переобзор на Алабаму. Есть несколько версий, обычно ее можно купить в адмилатействии. Есть Алабама супертестерская, есть Алабама контрибьюторская, линкор популярный и древний. Покажу вам новый билд, крутой, обязательно затестите и бой. Алабама и ее фишки это универсальный линкор, который способен выполнять различные задачи и набивать урон, и выживать, и сбивать самолеты. Бронирование Алабамы. Итак, из плюсов это американская палуба в 38, которая в топе позволяет выживать. И габариты, она гораздо меньше норки, и у нее лучше защищена цитадель. Кезема 32, конечки 32, здесь разнесеночка 32, и сама цитадель спрятана под водой 274 мм. Поразить ее можно, но это проблематично, потому что она слишком низко. Поэтому на Алабаме вы даже иногда будете просто получать белый урон, а не ваншоты. Это хорошо. Линкор приспособлен для того, чтобы разворачиваться в каких-то критических ситуациях. Где, например, Владивосток отправился бы ваншотом в порт. Боиспособность 63300 и крутой ПТЗ в 48%. Как мы знаем, на этих уровнях много авиков, это торпедоносцы и пэлок, плюс эсминцев. Так что ПТЗ вас определенно будет спасать. Уоружение Алабамы. Очень приятные орудия, американские, калибром 4,6 мм. Здесь три башни по три ствола, у них перезарядка 30 секунд. Поворот неплохой на 108-40, но рекомендую его улучшить. И огромная дальность 24,5 км, причем есть корректировщик, так что в авик вы точно вкинете. Угасы. Работаем по эсминцам, по танкующим линкорам. Основной боеприпас бронебойный с уроном 13-100. Калибр позволяет вам пробивать 27 мм, и это лучше, чем у тех же итальянцев. И американские ББшки, их могу только похвалить. Отлично взводятся, отлично пробивают цитадели. Но надо брать большое упреждение, потому что скорость снаряда очень низкая. Одна из самых худших на уровне, это 701 метр в секунду. По маневрным целям он будет попадать тяжело. Но когда вы научитесь, то Алабама вам точно зайдет. Ее орудие вам понравится. По Алабаме оценили 84, дальность 5,8, но при этом хороший урон аур. И Алабама отлично сбивает самолеты 6 уровня. Восьмерки также подпосит. Против десятки вы не выстоите. Но в любом случае в топе авиков много. И самолеты сбиты. Это хороший фарм и способ зарабатывания кредитов. Маневренность максималочка небольшая 28,9. Циркуляция приятная 710 метров. Линкор компактный, маневренный. И это вам поможет уворачиваться от торпед. Перекладка рулей 15,3. И маскировка неплохие 12,7 километров. Переходим к оснащению. Шикарная аварийная команда американца, которая работает больше 30 секунд. Попадаете в плотные замесы, вас жгут, жмете аварийку и выживаете. Ремонтные команды и каркировщик либо истребитель на выбор. Сборка. Берите обязательно аварийную команду американскую. В третий слот я все-таки рекомендую центральный террический пост, чтобы кидать иногда вавик. И инвиз с разгоном. Хэп хелси. Здесь рекомендую взять заряжающий. Это база. У американцев он улучшен. Чтобы переключаться на фугасы, это вам нужно. И у фугасов, кстати, лучший баллистик. Соответственно, вы можете где-то успешнее попасть. В 803 метра в секунду у фугаса против 701 метра в секунду ББшки. На втором берите поворот орудий. И дальше обязательно повышенная готовность ремонтной команды. Это пушка бомбы на Алабаму. По вам будут работать. За счет потенциального урона хилка откатывается. И вы выживаете. Я буду это все покажу. Пятая хилка, инвиз и противопожарка. Собрали американцы. Давайте смотреть бой и делать выводы. Сражение в топе списка. 32 тысячи урона я набил. Уже есть две цитадели. Обратите внимание, 14 самолетов. Алабама отлично себя зарекомендовал. Я поиграл на стриме. И полностью доволен этим линкором. Он даже сейчас очень хорош. За счет универсальности. У вас есть практически все. Хорошие снаряды. Американские. У которых куча плюсов. Единственное, только баллистика вам может не зайти. Но при этом она также играет в некоторых ситуациях в плюс. За счет того, что снаряды летят по навесу. Они лучше проламывают стель через скосы. Живучесть. Компактность. Аварийные команды. Американские. Можно в этом линкоре ворваться. Потанковать. И она в топе вполне выживает. ПВО, которая сейчас вообще бессмертная. И это огромный фарм. Потому что вы шестые авики сбиваете только так. Я на Алабаме сделал рекорд по сбитым самолетам. Который до этого у меня держался на 7 провинциях. Целых 120 самолетов. Мне удалось уничтожить в бою. За счет хороших результатов. Вы можете зарабатывать на Алабаме. Под красным бонусом вполне. 3 миллиона. Серебра. Этот линкор я могу приговорить тем, кому нравится американская болезнь. Кому зашла Норд-Каролайн. Алабама это нечто лучшее. Габариты ее спасают. Стадель выбивается тяжело. Сейчас она даже стала дешевле. После того, как все цены решили переработать. Так что Алабаму однозначно рекомендую. И новичкам, и опытным игрокам. Да, если вы только устанавливаете игру. И хотите какой-то прем на 8 уровне. То присмотритесь к Алабаме. Это линкор. Который решает кучу задач в бою. Посмотрите, у меня уже 89 тысяч урона. По кирпицу заходит отличный белый урон. И точность здесь для уровня тоже вполне хорошая. Гораздо приятнее, чем у Массачусто. Чем у того же кирпица. При этом расположение орудий современное. Здесь три башни по три ствола. Такое мы любим на девятках и десятках. На восьмерках далеко не у всех орудия. В данной концепции зачастую это сдвоенные башни. Они не особо и прикольные. Пожалуй, из минусов Алабамы отмечу еще не самую большую скорость. Но для восьмого уровня на не самых больших картах вполне ощущается нормально. Тем более, вы можете взять и Расторопный на втором уровне. Который будет неплохо сочетаться с Маскировкой. Чем я решил сделать переобзор. Все-таки устаканилась сборка. И мне очень понравился перк. Повышенная готовность ремонтной команды. На Алабаме он работает супер. Добавляет выживаемости этому кораблю. Пишите в комментариях, что думаете про Алабаму. Линкор. Супер качественный. Да, еще Хелси не забывайте. Здесь будет круто работать и смену боеприпасов. Половину мне отбили. Но это вообще не проблема. Идем только вперед. И сейчас вы увидите крутой залп в Рейнджера. Здесь зарешала точность и дальность Алабамы. Дальность вещь все-таки нужная. Вы намного дальше стреляете, чем Кирпиц, Бисмарк. Рома, например. Или еще какие-нибудь советские линкоры. И всегда можете вкинуть ВАВИК. Что я сейчас и сделаю. Пробую Блайнд отправить. Он будет мимо. Блайнды вещь тоже интересная. Увеличивайте мини-карту. Смотрите по кукле Авика, где он остановился. И пробуйте отправить посылочку. Пьерк сейчас мне отлично откадашит вилку. Я жму третью. Преимущество у нас. Зеленых явно больше. И мы их сейчас будем команду противника додавливать. Единственное, здесь немножко ошибся с упреждением. Не убил. Ну и вообще не пробился до этого в Белфесту. Седьмого уровня. Но это дело привычки. Более опытные игроки на Алабаме будут справляться с правильным упреждением. Мне нравятся американские снаряды. Вот сравнивая их с советскими. Мне больше нравятся пушки Алабамы, чем у того же Владика. У них хороший пробой. И за счет траектории взрывателя они лучше убивают сдаили, особенно крейсерам. Тогда как советские линкоры зачастую как-то косят и не попадают. У Алабамы есть куча версий. Завидую тем, у кого есть Алабама Супертест. Там шикарный камуфляж с осьминогом. Думаю, играет на такой красоте одно наслаждение. Газкоин умирает, не будем переключаться. А, нет, я ее решаю добить. Ну это даже хорошо. Плюс фраг. Меня начинает месить вся команда, но посмотрите на выживаемость линкора. Да, здесь достаточно большая надстройка, но аварийка. Габариты спасают. Циркуляция. Можно спокойно пролазить в Еркаги. Рейнджер. Достаточно картон-авик. Главное попасть. Тут я даже думал переключаться на фугасы. Но нет, лучше ББшки. А на фугасы иногда можно. Знаете, по кому? По новым японским авианосцам. Кирю и Зулькаку. У них ЦДЛ настолько слабая, что вам лучше кинуть фугасами. ББшки сквозанут. 154 тысячи! Суперзалп. Пробуем добить Кагу. Кирш стреляет полубронебойком. Ее, конечно, мы танкуем НОСТом. И наша перезарядка опнулась и где-то секунд 20, что очень жестко для такого калибра. Друзья, рекомендую Алабаму однозначно. Но перед ее покупкой все-таки поиграйте на Норд Каролайн. И посмотрите, нравится ли вам эта баллистика. Это важно. Потому что кто-то с ней может не справиться. Смотрите, как летят хорошо снаряды. Ну, такого на Массачусет я, если честно, не припомню. Вообще, Алабама, мне кажется, не хуже Массачусетта. Понятно, что ее сестершип больше под ближний бой. Но точность у нашего сегодняшнего героя обзора гораздо лучше. А эта стабильность, это постоянный урон. Работаем в Хвалу Каги. Там броня минимальная, около 21 мм. И однозначно наши ББшки пробивают. Да, это плюс калибр. 27 мышьем. Это важно, потому что встречаются американские крейсеры. Балтимор, немецкие, хиппер. И словно Рома мне поражает. Также терпится такую броню. Но он не для Алабамы. То есть у вас у орудий все вообще хорошо. Калибр. Урон, нормализация, компоновка, смена боеприпасов. Все супер. 188 тысяч. Посмотрите, сколько я уже сбил самолетов. И такие бои на Алабаме. Но если вы умеете играть, они вполне частые. Да, с десятками вам будет тяжело. Но даже там вы можете себя проявить. Керч. Отправляем на дно. Еще одна цитадель. Остается 11 тысяч. Все хилки прожат. Это главный момент. Вот это классная сборка. Где еще стоит разгончик. Обязательно пробуйте. Кага на дне. И идем на Кракен. Блин, ну как же сейчас Алабама выносит самолеты с бессмертным ПВО? Я вот это сейчас осознаю. Момент очень интересный. Зачастую все-таки универсальные пушки 120 миллиметров выбивались в крест. Но теперь этой проблемы нет. И это фарм самолетов лютейший. Дожимаем Белфаста. Который сейчас мышится в дымах. Но уйти ему точно не удастся. У него перворанговый флажок. Причем он в достаточно высокой степени. Кракен. И это Алабама. Идеальный линкор восьмого уровня. С кучей плюсов. Берите однозначно себе в порт. И нагибайте. Подписывайтесь на канал. На ютуб. На буй с вами был Джонни. Успехов и пока.